Локомотив алтайской экономики. 20% всех вагонов, выпускаемых в стране, производят в нашем регионе. Вагоностроение – лишь одно из направлений, которое динамично развивается в Алтайском крае. Наращивает объемы оборонная промышленность, производство сельхозтехники. Многие предприятия региона законтрактованы на ближайшие годы. Как промышленная отрасль видит свое дальнейшее развитие? С учетом недавнего послания губернатора, эту тему обсудили в стенах технического вуза. По словам министра промышленности Вячеслава Химочки, наш регион отличается от других регионов страны тем, что у нас нет какой-то моноотрасли, а только пищевой или металлургической. Поэтому, когда проседает одна отрасль, показатели вытягивает другая. Это позволяет преодолевать все кризисы и потрясения. Кстати, в своем послании Виктор Томенко отмечал, что за последние пять лет край ни разу не опускался по индексу промышленного производства ниже 100%. Еще одна особенность края в том, что он не зависит от природных ресурсов. То есть санкции, связанные с ограничением поставок нефти и газа из России, не оказывают прямого влияния на регион. Все-таки 86% нашего производства – обрабатывающая промышленность. Также на встрече обсудили курс на импортозамещение. Эксперты не исключают, что в ближайшую пятилетку Алтайский край может стать лидером в стране по производству сельхозтехники. Мы отмечаем то, что в 2022 году критически рухнул импорт. Там процентов, по-моему, на 40, если не выше. И сейчас пространство для маневра такое, что по результатам 2022 года доля импорта составила 136 миллиардов. То есть 257 мы сами производим, и 136 у нас еще потенциал чего замещать. Тот, кто сегодня успевать будет в этом тренде следовать, тот достигнет успеха. Еще один фактор, который сегодня дает силу алтайской промышленности – давний ориентир на Китай, Казахстан, Монголию. По сути, это то, к чему только сейчас идет европейская часть страны. Большие надежды в подъеме промышленности возлагают Нобийск и Рубцовск. Кстати, Рубцовск был вторым городом по занятости в промышленном производстве во всем Советском Союзе. Глава города признается, что Рубцовск до сих пор помнит об этом. И надо сказать, что в городе сохранились площади, коммуникации для того, чтобы привлекать инвесторов. Виктор Петрович в своем послании сказал о том, что железнодорожная ветка наша загружена примерно на 8-10%. Мы сегодня знаем, что в стратегическом плане Российская Федерация развивает строительство железной дороги с юга, с севера, вернее, на юг. Те производственные мощности, которые есть на Дальнем Востоке, восточной и центральной Сибири, в Западной Сибири, могли бы воспользоваться воротами в Азию через город Рубцовск, тем самым нарастить поставки продукции на юг, в Среднюю Азию и дальше. Неспроста встреча проходит именно в стенах технического вуза, ведь именно политех – главная кузница кадров для алтайской промышленности. Мне очень приятно было, когда в послании Виктор Петрович сказал о Алтайской инженерной школе Ползунова. Это действительно та школа, которая сложилась за долгие годы, начиная с 1942 года, как мы здесь, эта школа развивается. Я могу сказать, что порядка 70% работников наших алтайских предприятий укомплектованы выпускниками технического университета. При этом в отрасли сохраняется проблема нехватки кадров. Политехи уверены – нужно создавать привлекательные рабочие места, чтобы удерживать молодежь в регионе. И важна не только зарплата. Например, практика завода «Ротор». В свободное от работы время их сотрудники занимаются спортом, донорством и даже ставят театральные постановки. На заводе считают, что пора задуматься и над наставничеством. Это взаимодействие государства, организации работодателей, наставников и наставляемых. Это формирование базы наставников, которые уже есть, повышение квалификации наставников. Для чего все это делается? Не на всех предприятиях есть возможность поставить к молодому специалисту наставника с предприятия. Воспользовавшись этим реестром, этой базой, они смогут найти этого наставника. Но над этим еще предстоит работать. В заключении добавим, в масштабах страны вклад алтайских предприятий в промышленность России небольшой – менее 1%. Но по ряду товаров наш регион занимает ведущие позиции. Так регион по-прежнему является единственным производителем авиашин. Также в крае находится единственное в стране предприятие по добыче природного сульфата натрия. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.